Добро пожаловать в очередной обзор Бен, Энтони из Бета-сети. А это вам следует сыграть в падение Вавилона. Итак, сразу после выхода за ворота я не очень хорошо стартовал. Мне сразу же пришлось несколько раз перезагружать свой компьютер, чтобы войти в систему Babylon's Fall, точно так же, как я делал без райдеров в прошлом году. Но в конце концов, мы все-таки добрались туда. А затем последовали вступительные ролики. О боже, вы можете просто сказать, что Platinum Games здесь не выделили достаточного бюджета. Падение Вавилона относится к этому стилю живописи маслом, где значительная часть роликов очень неловкая. На что, черт возьми, я смотрю, все еще эстетичный кадр. Затем, когда этот крест переходит в другую картинку, вы не можете не скрежетать зубами в агонии. Это просто выглядит не очень хорошо, особенно когда вы понимаете, насколько низкое разрешение графики на самых высоких настройках. Что это, ранее игра PS3? Падение Вавилона. Больше похоже на провал Вавилона, я прав. Это тоже не становится намного лучше, когда дело доходит до истории. Наш молчаливый главный герой, по сути, просто должен забраться на гигантскую башню и избавиться от этой похожей на печь штуковины со спины, называемой гробом Гидеона. Все остальное, что происходит, либо действительно неинтересно, либо лишено какого-либо эмоционального воздействия. В сочетании с некачественной графической презентацией, это просто не привлечет вашего внимания в долгосрочной перспективе. Японская озвучка действительно звучит довольно приятно, хотя английский дубляж в лучшем случае средний. Хотя определенно видел и похуже. У него есть друзья со мной. Не волнуйтесь, нас троих более чем достаточно. Галлахер, вы со мной. Понял. Послушайте, большие ваши. Неприятно это признавать, но у вас есть то, чего нет у нас. Если вам пока нравится это видео, обязательно убедитесь, что вы подписаны, чтобы не пропустить ни один из наших предстоящих обзоров. И зайдите на следующей неделе, так как мы будем освещать два основных релиза игр. Спасибо, ребята. Боевая система падения Вавилона действительно выглядит и ощущается как название платиновой игры на первый взгляд. Однако, в нем также есть своя доля вашей обуви. Самая большая проблема заключается в том, что это просто не так глубоко. При наличии пяти доступных типов оружия, есть типичные легкие и тяжелые атаки, которые имеют заряженный и комбинированный вариант, наряду с двумя мощными способностями, отображаемыми на кнопках плеча, которые истощают показатель выносливости. Однако, учитывая то, как игра ведется, в конечном итоге она становится очень однообразной. Я думаю, это лучшее слово для использования, потому что, если вы играете в одиночку, на то, чтобы победить врага, особенно боссов, уходит целая вечность. Я часто ловил себя на том, что начинаю миссии, а затем сразу же нет, прямо оттуда, если никто не присоединится. Да, я определенно не мазохист. Проблема в том, что проблемы со здоровьем ваших противников не масштабируются. Поэтому всегда лучше играть с полной партией или четырьмя, если вы можете. Но тогда это внезапно становится слишком легко, так как вы часто обнаруживаете, что случайно нажимаете кнопку на своем пути к победе и упакованы в пресловутые варианты исцеления. Не помогает, что в каждой миссии игрок застрял на линейном пути с очень небольшим пространством для открытий. В дизайне врагов и уровней есть приличное визуальное разнообразие, но я уверен, что вы можете точно определить, почему общий игровой процесс быстро становится утомительным. Мне действительно нравится, как вы можете эпировать четыре разных типа оружия одновременно, хотя каждый из них привязан к своим отдельным кнопкам, поскольку это заставляет вас экспериментировать с различными уникальными сборками. Плюс, боссы — это, безусловно, самая увлекательная часть игры. Как бы то ни было, повторяющаяся структура миссии «Бой в коридоре», «Бой в коридоре», «Бой в коридоре», заключается в том, что другой коридор становится таким утомительным, когда боевая система недостаточно усовершенствована. Вы найдете несколько забавных разделов платформера и уровней опасности, с которыми можно повозиться в перерывах между разделами, хотя они не могут компенсировать слишком забываемый бой в игре. Поскольку падение Вавилона — это игра с живым сервисом, физически невозможно играть в автономном режиме. Не то, чтобы вы этого хотели, но это означает, что если будет какое-либо плановое техническое обслуживание, которое на самом деле происходило несколько раз еще до запуска игры, вас выгонят. К счастью, в игре есть перекрестная игра между ПК и PlayStation, хотя и без перекрестного сохранения или перекрестных функций. Однако, несмотря на то, что мне пришлось спамить кнопку перезапуска, когда я впервые установил игру на ПК, у меня никогда не было проблем с подключением или частотой кадров в будущем. Это странно-удивительно, исходящее от Square Inks. Что не так уж удивительно, так это не прекращающееся продвижение микротранзакций. Боже мой! Всякий раз, когда вы заходите к продавцу за новыми предметами, вам нужно пролистать две вкладки с дополнениями к Библии и контентам Battle Pass, чтобы получить доступ к обычному магазину. И вне миссии игра не перестанет говорить, что у вас есть невостребованные предметы в вашем почтовом ящике, что просто чушь собачья, потому что даже то, что написано бесплатно, часто требует, чтобы вы потратили реальные деньги на сбор. Так что нет, не поддерживайте это. Просто придерживайтесь обычного оборудования, и с вами все будет в порядке. Учитывая относительно низкий уровень сложности при игре с друзьями, обычных выпадений снаряжения будет более чем достаточно. На самом деле, вы часто будете приобретать более мощное снаряжение с законно полезными улучшениями после завершения каждой миссии в любом случае, что почти делает элемент микротранзакции устаревшим. Я только один раз посетил торговца, чтобы купить новое оборудование, но, честно говоря, оно того даже не стоило. Я тоже никогда не повторял миссию по измельчению, и я был более чем способен постоять за себя. Так, стоит ли вам играть в падение Вавилона? По-моему, нет. Это одна из экшен-РПГ, которая кажется слишком мелкой и повторяющейся в игровом плане. Может быть забавно рубить и убивать врагов до смерти с помощью какой-нибудь приличной платформы здесь и там. Хотя после нескольких миссий по уничтожению монстров в масле и беготне по залу за залом снова и снова, падение Вавилона не может не наскучить. Графика и сюжет также крайне плохи, а отсутствие масштабирования противника просто смехотворно. В конечном счете, в падении Вавилона просто слишком много вещей, которые сдерживают его, и безудержные микротранзакции не помогают его делу. Дайте этому промахнуться, ребята. Убедитесь, что вы подписаны, если вы еще этого не сделали, так как мы выпускаем подобные видео каждую неделю. И обязательно загляните в сеть бета-тестирования, чтобы получить мой полный письменный отзыв о падении Вавилона.